Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы поговорим о том, что у нас происходит вообще на нашей ленинградской земле и в городе на Неве и в его окрестостях. Так получилось, что Анастасия родилась в городе Сестровецк, в ближайшем пригороде к городу на Неве. И, собственно говоря, хотя мы и живем сегодня в Выборгском районе города, но в Сестровецке она занимает активную гражданскую позицию. И поскольку мы уже ни первый, ни второй, ни третий год активно говорим о том, что гражданство СССР никто не отменял. И так получается, что я родился во времена СССР, устел получить советский паспорт в 1989 году, до сих пор его сохранил и никогда не подписывал, не давал согласия на выход из советского гражданства. Ну, сила и принуждение, конечно, сейчас мне пытаются доказать, что мы граждане другой субстанции, но это уже отдельная тема. Анастасия родилась уже после того, когда господин Горбачев или гражданин Горбачев объявил, что Советский Союз прекратил свое существование как геополитическое пространство. После декабря 1991 года родилась в 1993 году. Но, тем не менее, по праву рождения, она, как и многие другие, убеждена, что у нее тоже гражданство СССР. И это абсолютно обоснованное убеждение. И здесь Анастасия, наверное, является, я бы так сказал, наиболее радикальным борцом вот за наши идеи. И поэтому с некоторыми радикальными методами борьбы она, конечно, взаимодействовала и с так называемым Сестрорецким отделом полиции, местным линейным отделом полиции, который расположен в городе Сестрорецк. По какому адресу? Улица Володарского, дом 7, дробь 9. Да, и не раз туда обращалась, не раз объясняла вот тот посыл, о котором я рассказал, о том, какое у нас гражданство. Такой диалог у нее шел несколько лет, если я не ошибаюсь правильно, с отделом полиции. Диалог был напряжен, часто доходило до каких-то лобовых столкновений, до повышенных тонов выяснений отношений. И вопрос закончился тем, он, точнее, не закончился, а, скажем так, появилась определенная загогулина, что ли. Это осенью прошлого 2022 года, нехорошего года, когда Анастасии позвонили из тоже поликлиники города Сестрорецка, или как она, больница 40 называется, я в медицинских вопросах не очень силен, да? Да. А где она находится, по какому адресу? Там, улица Борисова, дом 9. Там находится еще поликлиника номер 68, которая прикреплена к 40-й больнице. К какому врачу тебе, я так понимаю, позвонили на домашний телефон, то есть по месту твоей регистрации, где проживаю, и это твои родители проживают, да? Да. Соответственно, позвонили, и что они сообщили, к какому врачу тебя пригласили? Перегласили пустить психиатра. А с какой целью? Неизвестно с какой целью изначально, но мы поняли с целью так называемой карательной психиатрии. Это уже потом, я имею в виду, они же объявляли, что тебе как льготной категории граждан, поскольку у тебя группа инвалидности по неврологии, не по психиатрии, но, тем не менее, они застрелили у него на чем, что тебе полагается дополнительная жилплощадь, и на эту тему нужно явиться к ним или не так? Немножко не так. А как? Скорее всего, как я поняла, как сказал врач-психиатр, что им приходили в кабинет запросы от так называемой полиции и так называемой прокуратуры некой Российской Федерации. Это они сообщили в телефонном разговоре или уже когда вы явились? Нет, когда лично уже явилась. Ну, хорошо. И вот что было, когда явились лично дальше? Вот они сообщили, что запросы поступали, дали. Что они предложили? Они сказали, что нужно поехать в психиатрическую больницу. А в какую? Которая находится на Фермском шоссе в Выборгском районе? Совершенно верно. С какой целью, понятное дело, не объяснили. Ну, цель была ясна, что ввиду того, что я считаю себя гражданкой Советского Союза, как и мы все являемся гражданами Советского Союза, посчитали психически неуравновешенной, потому что мы не признаем Российскую Федерацию за суверенное решение. Ну, давай так, продолжим. То есть произошла, наверное, тактическая ошибка, и ты все-таки туда поехала. Надо было, конечно, не ехать, но ты туда поехала. Это был октябрь прошлого года, 2022-го. Какое было? 20 октября? 20 октября, да. А ты туда прибыла. Что произошло далее? Меня насильно, я так считаю, недобровольно определили психиатрическую больницу. А сейчас, да, это больница Степанова-Скварцова, я так понимаю. Совершенно верно. Фермское шоссе, какой там номер дома, я вот не помню. Мы можем даже... Ладно, это мы потом уточним. Дом 36, литр А. Да, и находилась там на третьем отделении значит, лечащий врач Инна Анатольевна и заведующий, ну да ладно. Заведующий Чернявский Анатолий Юрьевич. А, вот Соляник. Червинский. Да, Соляник Инна Анатольевна, лечащий врач. Заведующего ты назвала. Ты там находилась. Находилась без... Ты не подписывала документы о том, чтобы тебя госпитализировали. Тем не менее, они госпитализировали. Да. И находилась ты там в общей сложности с 20 октября по... По 17 января. Три месяца, да? Да. 17 января 2023 года. Ситуация вот с обратной стороны, с моей стороны, посетителя и правозащитника, ближайшего родственника, наверное, выглядела таким образом. В первые дни твоего там нахождения я переговорил вот с этим вот Червинским заведующим отделения. А, значит, он всячески пытался скрывать диагнозы. Когда я ему привел статьи вот этого эрефийского законодательства, гражданского законодательства, которые обязывают нет работников сообщать либо пациенту, либо ближайшим родственникам о диагнозах, он достаточно таки изящно, я бы сказал, уходил от ответа. Тем не менее, он единственное сообщил о том, что приблизительно речь идет о пребывании не более месяца. И порекомендовал более детально переговорить вот с Аляникой Инной Анатольевной, так называемый лечащий врач, которая к тебе была прикреплена, да? С ней уже состоялся разговор, она заверила, что состояние удовлетворительное и что где-то к середине ноября произойдет вытеска. Тем не менее, вытеска не происходила, она переносила несколько раз сроки, сначала на конец октября, потом на начало декабря, на первую половину, потом на конец декабря уже. И когда она с конца декабря перенесла уже на январь, здесь, конечно, я заподозрил что-то неладное. И тогда она проговорилась, что вот у нее все-таки навязчивые идеи насчет того, что надо звонить в полицию. То есть звонки в полицию они называют навязчивыми идеями. До этого она об этом не говорила, она говорила, что просто надо выровнять состояние, что там, чтобы не был нарушен сон. Ну вот, она проговорилась. Тогда я, почувствовав неладное, конечно же, написал жалобу на имя, ну так это назовем в кавычках, председатель правительства Российской Федерации, гражданин Мишустин. Ему написал обширную жалобу, написал о том, что в данном медицинском учреждении антисанитария. В данном медицинском учреждении и нарушаются и права пациентов, и нет условий даже для нормального посещения родственников, поскольку и дорожки не посыпаются тверстком, они и мокрые, и грязные, и скользкие. И происходили случаи, к примеру, хищения передач, то есть те продукты, которые передавались для пациентов, они и похищались. И у нас там кое-что похищалось. Кроме того, на отделении мы видели и тараканов. А смысл того, что ее пригласили просто психиатра на прием, а получается, что через эту историю ее поместили принудительно? Совершенно верно. И принудительное нахождение там длилось три месяца. Кроме того, параллельно мы выявили еще букет нарушений, которые происходили в этом учреждении здравоохранения. То есть и насилие к пациентам проявляли в виде издъения, привязывания к кроватям. Вот смотри, сейчас вопрос стоит так. Для чего это было сделано? Ну понятно, какие условия там, это понятно. Мы сейчас занимаемся не вопросом состояния вот этой психиатрической больницы. Для чего ее насильно поместили туда? Причиной чего стало? Здесь причинно-следственная связь, это, конечно, ее активность по отношению к Сестрорецкому отделу так называемой полиции, о чем я сказал с самого начала. А не усматриваете ли вы это, что она объявляет себя гражданкой СССР, ее именно по этому поводу? Совершенно верно. Как я вначале и сказал, то есть Анастасия очень долго доказывала и местному отделу полиции Сестрорецка, и местному отделению прокуратуры, что она является гражданской СССР, и письменно, и устно обращалась, и многократно, и документально, и устно, и через телефонные звонки, и при личных визитах. И дело закончилось тем, чем закончилось. То есть, конечно, здесь причинно-следственная связь с полицией и с прокуратурой, ее, скажем так, взаимодействие, оно привело вот к... Не мог ли быть это заказ именно от сотрудников полиции? Ну, на самом деле, на самом деле, мы склонны считать, что это было сделано по просьбе, наверное, вот силовых структур города Сестрорецка, то есть и полиции, и прокуратуры города Сестрорецка, то есть с тем, чтобы с одной стороны, да, с одной... Вот у этих названных органов, конечно же, здесь интерес, чтобы обезопасить себя, раз, и второе, ну, я бы так сказал, наверное, все-таки для них это было моральное удовлетворение, чтобы она получила какое-то наказание, поскольку она с формальной точки зрения даже вот это эрефийское законодательство не уголовное, не административное не нарушало никак, и здесь ее привлекать не за что. А пользуясь слабым моментом, что у нее было ДТП очень сильное в 2016 году, которое привело к заболеванию по неврологии, здесь они это подвели под психиатрию, искусственно подвели. И, конечно же, психиатры, психиатрическая, вот эта карательная психиатрия оказала, в общем-то, прокуратуре и Сестрорецкому отделу МВД, конечно же, неоценимую услугу. А как вы считаете, финансовая составляющая здесь присутствует? Все-таки ее содержали три месяца? Финансовая составляющая, она присутствует всегда, когда пациент находится в стационарном учреждении вот этой вот так называемой страховой медицины РЭП. Вообще все медицинские работники Российской Федерации преступники, все эти учреждения медицинские Российской Федерации, они преступные, это медицинская преступная мафия. И мы вот знаем такого тоже, он бывший заведующий больницы Святого Георгия, такой вот Редько, это на самом деле тоже взяточник, преступник, вот он косит часто, он якобы там патриот там за социализм, а на самом деле он такой же чиновник, такой же вот преступник, как и эти все медицинские мафии, вот этот Редько Александр Алексеевич. Это вот, кстати, бойтесь его, и вот те, кто имеет левые взгляды, кто сторонники СССР, советской власти, никогда, Боже, вас упаси, связаться с Редько. Вот Холин Александр Васильевич, казачий генерал, это тоже подтвердит, Боже, упаси, связаться с Редько, и вот с подобными, кто из этого, из преступного медицинского бизнеса, потому что они и на аптеках наживают себе огромные суммы, и на стационарном лечении, и, конечно, вот с этой преступной мафией медицины Российской Федерации со страховой медициной надо разбираться. И на самом деле было ли это правильным решением, когда вот мы отказались от бесплатной медицины образца СССР и перешли на страховую медицину, был ли это шаг вперед, это очень-таки сложный вопрос, да. Но то, что на этом преступная медицинская мафия делает бизнес, и то, что эту преступную медицинскую мафию надо разоблачать и судить, наверное, в первую очередь судить, хотя у нас, конечно, справедливости в судах нет, и доверия к судебной системе нет, и правосудных решений суды у нас не принимают, насколько я вижу. Ну вот, собственно говоря, сегодня мы, наверное, хотели бы раскрыть вообще ту тематику, что с одной стороны преступный медицинский бизнес, с другой стороны карательная психиатрия, и с третьей стороны, что идут тотальные гонения на людей, которые понимают, что являются гражданами Советского Союза, которые не потисывались под гражданство РФ, которых сюда просто затащили силой принуждения. И нас затащили силой принуждения. То есть законы мы их вынуждены, конечно, соблюдать, потому что мы понимаем, что если мы пойдем на вот такой принцип «остреве против острия», конечно же, мы попадем под их карательный меч кривосудия. У нас политических заключенных с каждым днем становится все больше и больше. Поэтому мы понимаем, что здесь вот такие прямые столкновения, они очень опасны. Ну вот Анастасия попыталась идти на прямые столкновения с полицией, прокуратурой города Сестрорецка. Закончилось это тем, чем закончилось. Да. Пока мы сегодня просто раскрываем проблему. А о том, какими методами бороться, это уже, наверное, отдельная тема для разговора, которая, наверное, в рамках разговора сегодня вряд ли уложится. Итак, уважаемые зрители и подписчики, мы благодарим вас за просмотр, благодарим команду Константина и всех, кто создал такой канал и работает на то, чтобы разоблачать вот эти вот злодеяния, которые происходят в этом квази-объединении в Российской Федерации. Да, всего доброго, до встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok